В нашем сегодняшнем обзоре банная печь ГФС ЗК-18П от компании Технолифт. Эта модель ГФС отлично подойдет под парную небольшого объема. Дверца оснащена вот такой вот круглой задвижкой. Внутренняя каменка из чугуна разогревается до 600 градусов. Давайте теперь поговорим об особенностях каменки. Всем привет! По традиции с вами Александр Гребенец и компания Артсауна. У нас сегодня очередной выпуск банного техноблога. В нашем сегодняшнем обзоре банная печь ГФС ЗК-18П от компании Технолифт. В закрытой каменной облицовке из талькохлорита. Для новых зрителей нашего канала поясню. В этой рубрике мы обозреваем и советуем банные печи, которые сами применяем в своих проектах. Поэтому смело можем их рекомендовать. Так вот, это видео даст вам четкое понимание, почему эта печь и другие печи компании Технолит вам могут быть интересны. Тут не все так гладко, есть нюансы, поэтому мы сняли этот ролик. Итак, с вас лайк, с нас интересный контент. Поехали! Итак, вот героиня нашего сегодняшнего видео. Это банная печь ГФС-18П в облицовке из талькохлорита компании Технолит. Изначально хотелось бы рассказать о компании Технолит и их линейке банных печей. Мы давно сотрудничаем, именно потому что нам нравится подход Технолита и качество их продукции. У нас на канале есть не один совместный ролик. Да что уж и греха таить, наше видео с обзором личной парной владельца компании Карена Казаряна вышло раньше, чем на канале самого Технолита. Если вы хотите больше деталей о чугунных банных печах Технолит, переходите к ним на канал. Уверен, вы найдете там много полезной информации. Итак, что вам нужно знать о печах Технолит? Ну, во-первых, это высококачественный чугун. О том, какая печь лучше чугунной или из нержавеющей стали, спорить можно долго. Со своей стороны скажу, что в том и в другом случае есть классные печи, которые идеально подойдут для русской бани. Проверил лично на себе. А если вы не знаете, в чем разница между сауной и баней, можете посмотреть один из наших последних роликов. Во-вторых, это постоянная работа над текущими моделями. Компания сосредоточилась на чугуне и оттачивает процессы с чугуном год от года. У них есть несколько модельных линейк. Это ГФС, Гром, Гроза и Авангард. В этих линейках есть модели с градацией по объему отапливаемого помещения. У нас на обзоре сегодня печь ГФС ЗК-18. Это значит, что максимальный объем парилки, для которого предназначена данная печь, с которой она справится и сделает хороший качественный пар и прогреет качественно, это 18 кубов. А 18 кубов это 7-8 квадратных метров площади. Ну, в зависимости от высоты в парилке и наличию стеклянных элементов. Так вот, каждый год эти модели совершенствуются, основываясь на обратной связи потребителей. Не так давно, например, появились вот такие дверцы с возможностью регулировать конвекцию, как, например, вот здесь на этой модели. Нет предела совершенства. И мне нравится, что компания не создает новые модели, а постоянно модернизирует и улучшает, казалось бы, уже готовые работающие решения. В-третьих, это огромный выбор. Можно найти печь под любой запрос. Вот, например, эта модель ГФС отлично подойдет под парную небольшого объема, как в нашем случае до 18 кубов. Если есть больше денег немножечко, то вы можете выбрать соседнюю модель. Это Гром. Там чуть больше топка, больше камней для парообразования. Ну и, в принципе, эти модели Гром предназначены для большего объема. Они начинаются с 30, там, Гром 30, 50, 80. И та, и другая модель вам подойдет для русской бани, и мелкодисперсный пар вам обеспечен. Что лучше, там, Гром или ГФС, трудно сказать. Сидя на полке или там лежа на парильном столе, разницу вряд ли вы почувствуете, потому что пар качественный, мягкий и идеально подходящий для русской бани. Ну что, перейдем к габаритам этой печи. Она не настолько большая. Это самая маленькая модель в этой линейке. Высота в облицовке уже 85 см, глубина 65 см и ширина 60 см. Ну, видите, относительно моего роста достаточно компактная маленькая модель. Дверца оснащена, как я уже говорил, вот такой вот круглой задвижкой, которая помогает увеличивать конвекцию и прогреть помещение. Если, например, она уже остыла, и вам нужно поднять температуру там быстренько от 40 до 50 до 60 градусов, вы можете просто одним легким движением руки повернуть и увеличить конвекцию, тем самым прогрев воздуха начнется интенсивнее и не открывать дверь целиком. Масса данной печи без облицовки 178 килограммов, это только масса чугуна. Масса вмещаемых камней для парообразования 30 килограммов. Это не так много, но за счет того, что у нас есть внутренняя каменка из чугуна, она тоже очень аккумулирует тепло, и чугун разогревается до 600 градусов. Поэтому у нас парообразующая масса достаточно большая. Этого будет хватать для того, чтобы получать пирог из пара. И пока вы зашли попариться там один или вдвоем, или попарить человека, вам этого пара будет достаточно. Пока отдохнете, или там следующий человек придет, чугун опять наберет нужную температуру вместе с камнем, и следующий заход вы опять сможете готовить мелкодисперсный пар. Диаметр дымохода в данной печи 115 миллиметров. Стартовая труба идет чугунная от Технолит. Здесь же она оснащена вот таким шибером. Шибер это задвижка для того, чтобы регулировать тягу в дымоходе. И дальше переходит в дымоход Шидель Перметр. Это стальной дымоход, покрашенный в черный цвет. Также в компании Технолит есть вот такие блоки из натурального камня, которыми мы можем закрыть стальной дымоход, дабы избежать жесткого излучения от металла. Поэтому вот получилось, что конвекция печи снижена благодаря закрытой облицовке. И излучение горячего металла тоже спрятали за натуральный камень. В данном случае парная очень небольшая, компактная, и поэтому мы использовали самую маленькую модель из линейки ГФС. К сожалению, производитель компании Технолит не производит облицовки из талькомагнезита для самых маленьких моделей, вот для 18-й, сделана облицовка из талькохлорита. Мы в виде исключения поставили данную модель, потому что она, как необходимость, была нужна в данную парную. Вообще, мы, конечно же, за талькомагнезит, и только его мы используем в наших проектах. Это камни-родственники, поэтому, в принципе, аккумулирующие свойства и у талькохлорита, и у талькомагнезита они хорошие. Но насчет долговечности и крепости камня, все-таки талькомагнезит на первом месте, и настоящий талькомагнезит, он служит очень-очень долго. Поставили один раз и забыли. Подробнее, кстати, о разнице талькохлорита и талькомагнезита можете посмотреть в нашем видео. Печной узел традиционно сделан у нас из рваного камня талькомагнезит. Давайте теперь поговорим об особенностях каменки. Конструкция каменки для парообразующей массы это отдельная история. В ней есть элементы, которые помогают горению и прогреву этой самой парообразующей массы. По сути, это две камеры. Они соединены пространством, в котором, как заявляет Технолит, дожигаются пиролизные газы от основного горения. Там есть и специальные шипы, которые позволяют быстрее разогревать каменку с закладкой камней. Вообще, если вы хотите детально изучить устройство топки, можете прийти в шоурум Технолита. Там все модели можно посмотреть и сравнить в разрезе. Очень наглядно. Внутри закладки у нас есть камня же Деид. Это крупная фракция. Сюда мы поливаем воду, когда разогревается каменка. Ну что, хочу сказать от увиденного. Мои эмоции достаточно ровные. Печь мне понравилась в целом. Купил бы себе такую печь. Ну, мне больше нравятся массивные, объемные каменки с меня ростом. И в целом, чтобы парилка была попросторнее, где можно было бы расположить отдельно парильный стол. Учитывая цену достаточно невысокую для получения такого качественного пара и в целом аккуратную работу компании Технолит, можно смело поставить ей 4 с плюсом, с таким жирным. Плюс еще в чем, то, что каменка разогревается быстро и ввести ее в режим можно там меньше, чем за час. И поддерживать тепло тоже не нужно больших усилий. приготовили пар, попарились, вышли, через 20 минут, через 15-20 минут уже можно заходить готовить новый пар. Ну вот, наверное, и все. Пишите в комментариях, про какое оборудование или материалы снять видео такого же формата, на чем нам сделать акценты. Мы обязательно все учтем, потому что мы работаем и стараемся для вас. С вами был Александр Гребенец. Крепкого вам здоровья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok